Бизнес под перекрестным огнем. После осады, в которую их загнал COVID-19, предприниматели, сумевшие сохранить свое дело и удержаться на полову, оказались в новой реальности. Теперь они должны отвечать не только за себя, но и за своих клиентов, которые не всегда готовы жертвовать личным комфортом ради безопасности окружающих. Разметка на полу, стенд с антисептиками, средства индивидуальной защиты для сотрудников, запрет обслуживать людей без масок. За несоблюдение любого из этих требований бизнесу грозят кабальные штрафы. Даже легкая небрежность может обойтись в сотни тысяч рублей. Каждый предприниматель должен нести ответственность за то, что происходит на территории его бизнеса. Первое, это должен быть организован входой фильтр, то есть сотрудники обязательно измеряют температуру, получают средства индивидуальной защиты, потом только проходят на свои рабочие места. Второй пункт, значит, это касается дезинфицирующих средств. Запас этих средств должен быть на пять дней в организации. Не успели что-то дозаказать, у вас есть что выдать людям, которые пришли на свои рабочие места. Все действия, которые вы делаете, измерение температуры, выдача средств индивидуальной защиты, все это фиксируется в журналах. К повышенному вниманию со стороны проверяющей должны быть готовы владельцы клубов, кафе и ресторанов. Они по-прежнему могут обслуживать клиентов. Но свадьбы, банкеты и вечеринки стоит отложить до лучших времен. Мероприятия сейчас массовые запрещены. Если вы даже будете это как-то попытаться скрыть, обмануть, конечно, никого не получится, потому что любой житель может все это как-то зафиксировать, пожаловать на шум. И будет просто неприятная, опять-таки, встреча с вышестоящими организациями, которые придут с внепланной проверкой. И это лишь малая часть правил, которые сегодня должны соблюдать предприниматели, чтобы не навлечь на себя гнев надзорных органов. Полный перечень санитарных требований к бизнесу прописан в указе губернатора Нижегородской области и документах Роспотребнадзора. Если разобраться в них самостоятельно не получается, всегда можно обратиться за помощью. Центр поддержки предпринимательства готов оказать консультации. Каждую ситуацию можно проговорить отдельно с каждым. У кого-то, может быть, какие-то уже есть документы, каких-то не хватает, пожалуйста, звоните. Мы всегда готовы помочь. Звонки от представителей бизнес-сообщества принимают с 8.30 до 17.30 по телефону 9-92-65. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.